Вопросы безопасности дорожного движения На наших страницах появляется очень много, к сожалению, информации о бавариях, о ДТП в разных частях города Об этом мы хотим поговорить с нашим гостем в сегодняшнем студии Начальник отделения безопасности дорожного движения Игорь Витальевич Буняк Здравствуйте, Игорь Витальевич Здравствуйте Хотелось бы узнать, в связи с последней ситуацией на дорогах Славянского Очень много ДТП и все, что происходит, скажите Действительно, количество ДТП выросло за последнее время Это даже проблема не только Славянская, это проблема и в общем все Донецкая область В первую очередь, наверное, очень большую роль сыграло то, что у нас, как мы видим, последние два года Очень активно ремонтируется дороги То есть люди начинают очень быстро ездить, то есть повышают скоростной режим, даже не то, что на 20-30 км, а повышают довольно-таки больше, чем положено И учитывая то, что у нас не ведется фото-видео фиксация нарушений этих правил дорожного движения То есть это, я думаю, одна из основных проблем, потому что зафиксировать раньше никак не забыло И люди за 4 года уже, я думаю, привыкли к этому То есть и основной, да, у нас основной причиной, особенно те, которые с тяжелыми последствиями, это действительно повышение скорости То есть на сегодняшний день мы со своей стороны, как патрульной полиции, добились того, чтобы нам выделили приборы для измерения скорости Мы добились того, чтобы нам разрешили использовать эти приборы в городах Но в Славянске мы столкнулись с такой проблемой То есть у нас, как бы, по указанию от нашего руководства, департамента патрульной полиции Эти приборы можно использовать только на тех участках, которые обозначены специальными дорожными знаками Что ведется фото-видео фиксация Да, предупреждение водителей То есть, ну, как бы, все мы помним, что при запуске патрульной полиции, да, оцентируясь, понимая то, что это превентивный орган Поэтому, если эти знаки не установлены, мы там приборы не используем И, к сожалению, уже на протяжении трех недель мы не можем в Славянске установить эти знаки То есть, хотя... Кто-то мешает? Нет, не то, что мешает То есть, изначально мы вышли к этим вопросам заместителю городского головы, Андрею Владимировичу Секлецову То есть, с Башкаевым Владимиром мы общались, да, то есть, пообещали в течение недели Потому что основным условием, то есть, нашего руководства была это оперативная установка дорожных знаков То есть, мы просили, что, ну, давайте в течение недели там активно совместными условиями Мы там выезжали, определяли, где их нужно поставить Все определились, но вот уже пошла третья неделя, Славянск пока бездорожные знаки не поставил Вроде бы, как они уже приехали, там где-то они заказывали, но они приехали не в том виде То есть, они не соответствуют тем нормативам, которые должны быть И, к сожалению, если мы с прошлого понедельника уже начали использовать такой прибор в городе Краматорске И им было за 4 дня зафиксировано 130 нарушений, то есть, оставлено 130 материалов То в Славянске, к сожалению, сегодня мы его еще не используем Хотя, это же опять же, вот, взять последнее ДТП, которое было на Тёма, на улице Батюка Вот эта улица как раз подпадает под фото-видео фиксацию нарушения скоростного режима То есть, там он будет использоваться, когда будут установлены дорожные знаки Да, к сожалению, действительно такое большое происшествие случилось И это тоже результат превышения скорости, так? Ну, это не только там превышение скорости, то есть, официальной информации нету Ну, то есть, когда будет там заключение эксперта, всё, то есть, будет выявляться Наводите на это состояние алкогольного опьянения или нет Ну, в любом случае, если бы скорость составляла, там, до 70 км в час То есть, это 50, разрешенное в городе, плюс 20-километровый порог на превышение То таких бы последствий не было Как реагируете, как быстро на вот такие вот вещи? Смотрите, у нас постараемся, да, вот мы сейчас даже уже увеличили количество экипажей Которые выезжают на патрулирование, если раньше Сколько в городе, вот, в Славянске сейчас? По Славянску выезжают, если я не ошибаюсь, где-то 6 экипажей Если раньше выезжало 3, то сейчас 6 Но, опять же, у нас сейчас увеличилось количество Добавился один экипаж, который работает с этим же прибором То есть, в Славянске он работает между Краматорском и Славянском И в Славянске по улице Криворожской, скорее, с участной Это он еще с самых первых времен, как только запускали эти приборы, он там работал То есть, уже это дополнительно у нас сейчас отдельный экипаж То есть, для него выделили отдельный автомобиль, отдельные люди То есть, постоянно, которые работают с этим прибором То есть, количество экипажей увеличилось, но, естественно, вызовы по линии 102 То есть, они не уменьшаются, это тоже является такой, ну, как бы, первоочередное у нас Просто мы их должны отрабатывать То есть, отказываться там, ну, не ехать туда мы не можем И очень вот экипажи загружаются этими вызовами, да Ну, когда мы понимаем, когда там это кража или что-то там, семейный конфликт Или там разбой, то есть, естественно, да, все Но когда бывают случаи, когда там, ну, вызовы, которые ни о чем И приходится тратить, то есть, поехать туда, да Там какое-то время потом составить рапорт и все То есть, это занимает какое-то время То есть, экипаж не выполняет, допустим, более важные какие-то вопросы Так само, вот, я знаю, у жителей там возникает вопрос, да Вот, едет патрульный автомобиль, перед ним совершают правонарушения, он не реагирует Не буду сейчас там никого защищать Возможно, бывают даже случаи, да, ну, когда-то там не реагирует Но очень много случаев, когда у экипажа задание на планшете И он физически не может отреагировать То есть, это тоже То есть, если экипаж получил задание, он не может отвлекаться на другое Да, да, то есть, если он уже, ну, как бы все ездят с планшетами То есть, приходят задания на планшет И, то есть, экипаж принимает То есть, он ставит отметку, принял задание И у него, то есть, прибытие до 10 минут должно быть на задание То есть, это все, да, отслеживается Это все фиксируется То есть, это очень на этом акцентируется внимание Скажите, вот, возможно, нужны какие-то профилактические действия Вот в отношении, там, тех же водителей Там, как бы, разъяснение, там, все, насколько вот этой работой у вас занимаетесь Ну, у нас занимается, да, есть там пресс-служба Она занимается, это, там, ну, там, рекламная компания Все, там, профилактические беседы Но, скажу честно, что у нас очень большая даже проблема с пешеходами То есть, мы понимаем, да, что ДТП, там, как говорится, у нас там делятся, да, с пострадавшими, железо То есть, когда это автомобили, да, но никто не пострадал Ну, там, люди, да, финансово пострадали Но это не так страшно, когда, там, уходят жизни, да, в этих ДТП И вот очень, ну, большое количество у нас ДТП, именно в городах с пострадавшими Это пешеходы и велосипедисты То есть, вот сейчас даже проблема в велосипедистах То есть, у нас темнеет, в 4 часа начинает темно Не опознавательных знаков, то есть, никаких Они не обозначены как-то с утра Ну, ни катафотами, ни светоотражающими, там, жилетками, ничем То есть, не видно Так само и пешеходы, да, то есть, бывает или выбирают в неустановленном месте То есть, или выбирают на тот же пешеходный переход, что, по-моему, дорожное движение запрещено То есть, пешеходу запрещено выбирать Ну, и также, как все пешеходы, ну, я тоже бываю, когда-то пешеход, ну, хожу Мы все должны, не должны забывать о том, что машина весит 2 тонны И вот так просто ее остановить нельзя Да, есть инерция, есть инерция Да, то есть Просто будет внимательным, да? Да, понятно, что если скорость, если будет скорость там соблюдаться, то и последствия будут мягче И вероятность остановки транспортного средства будет намного эффективнее Ну, фактов очень много И с ними пытаемся бороться и профилактическими методами Ну, привлечь пешехода к ответственности очень сложно, потому что у него никогда нет с собой документов Да, и как бы штраф 51 гривен Понимаю Скажите, вот по поводу пешеходных переходов В частности, к нам обратились жители, которые живут на улице Торская В районе, так называемого Моизина, это да Там был пешеходный переход, он был достаточно удобен То есть, один там ближе к перекрестку Вот второй как раз вот на уровне там какого-то магазинчика А третий ближе к восьмой школе Сейчас его, получается, нет, потому что там люди продолжают переходить дорогу Посмотрите, по поводу улицы Торская Там раньше было два, ну, изначально было два пешеходных перехода Это возле восьмой школы и там возле магазина вот этих новых там, где построили Да, да, да После этого, ну, то есть, они там были два, существовали Потом жители начали обращаться с тем, чтобы на самом перекрестке улицы Торской и Светлодатской Сделать пешеходные переходы Была комиссия по безопасности дорожного движения в исполкоме То есть, и на ней было принято решение, что на перекрестке сделать, обусловить новый пешеходный знак Оборудовать его, ну, пешеходный переход оборудовать знаками, дорожной разметкой Мы, по-моему, дорожную разметку не успели нанести И, то есть, а вот этот пешеходный переход, который был между, получается, теперь перекрестком и восьмой школы, его демонтировали То есть, на сегодняшний день там знаки демонтированы, разметка не наносилась По поводу нанесения там разметки, вот мы на восьмой школе, вы видели, да, там, мы наносили красную-белую То есть, планируется, вот, вводить эту всю практику, вот, чтобы наносить разметку пластиком, которая, вот, снег сходит, а она есть Потому что у нас обычно, как бывает, мы разметку наносим в апреле-июнь месяц Она там три месяца, держится четыре, потом она начинает стираться, выпадает снег После снега, вот, мы, начиная с февраля месяц, февраль, март, апрель, май, четыре месяца разметки нет То есть, пластиковая, это, чем лучше, то, что она держится дольше, снег сошел, разметка есть Ну, в любом случае, если наносить туда пластиковую, то это делать нужно будет не сейчас, да? Дело в том, что пластиковая разметка, она наносится и при морозах, потому что она наносится, да, там, методами нагрева и осторожного покрытия То есть, там, технологии позволяют Все понятно Скажите, если мы говорим об этом перекрестке, там, вот, некоторые люди обращаются к нам, в том числе, по поводу необходимости установки, там, светофора Насколько, вот, интенсивное движение для того, чтобы там это делать? Ну, как бы, официально никто замеров не делал Ну, движение есть, там, в час пик, да, но Я сам езжу, вот, каждое утро я еду на работу именно через этот перекресток на автомобиле Чтобы оно было настолько сложным, ну, я не скажу То есть, у нас есть намного сложнее участки, сложнее перекрестки по городу, где, в первую очередь, нужнее светофоры Вот, это такие, как Лазановича, Ярослава Мудрова То есть, там очень такой опасный перекресток за счет ограниченной видимости То есть, туда, в первую очередь, нужен светофор Тоже перекресток, улица Университетская, Васильевская То есть, там неоднократно у нас случались ДТП, вроде как, дороги узкие там, ну, очень интенсивное движение Поэтому, ну, есть первоочередные, да, вот, задачи Ну, как бы, и на эти два перекрестка уже разрабатывался проект То есть, вроде как, все идет к тому, чтобы там размещать светофор Ну, как быстро это будет, к сожалению, не надо сказать Скажите, в том числе, вот, есть еще один опасный такой перекресток, на котором часто тоже происходит ДТП Это на пересечении улицы Свободы с улицы Творска, вот, как раз на выезде, да? Да И там вот даже была зарегистрирована петиция какая-то, сделать одну из них второстепенную, а другую главную Так что, потому что ранее, когда там был троллейбус, это было еще когда оправдано, а сейчас Это вызывает просто дополнительные такие вопросы у водителей, насколько это возможно и сколько это нужно Ну, вы же, первое, то есть, любое изменение организации дорожного движения, то есть, смена главной дороги Произведет, ну, не знаю, как на Пасаре, но сначала произведет по еще увеличению Да, потому что есть люди, которые, местные жители, они уже привыкли, да, им там не знаком ничего не надо Они вот, как знают, так и ездят Второй момент, насколько мне известно, то ведутся жазовое восстановление троллейбусной линии, то есть, поэтому, как бы, сейчас просто вот так сказать, что да, давайте поддержим петицию, изменим направление движения, но не сделаем ли мы хуже Если у вас сейчас есть желание обратиться к нашим зрителям и к водителям и к пешеходам, у вас есть такая возможность, пожалуйста Да, хотелось бы обратиться, в первую очередь, к водителям, чтобы задумайтесь о том, что, может, все-таки, действительно, скоростной режим влияет очень большую роль И его нужно соблюдать, там, все мы куда-то, когда-то спешим, но опоздать, там, на три минуты, но сбереживающие это жизнь, это, наверное, лучше Также к пешеходам хотелось бы обратиться, что, не забывайте о том, что водитель управляет средством повышенной опасности и вес его составляет приблизительно две тонны То есть, остановить моментально транспортное средство нельзя, то есть, прежде чем выходить на проезжую часть, нужно убедиться в том, что это будет безопасно Ну и ко всем жителям, то есть, хотел бы попросить, относитесь с пониманием к той работе, которую мы делаем Мы стараемся ее делать хорошо, может, да, не всегда у нас все получается, но, говорится, совместно, я думаю, мы сможем преодолеть все трудности Спасибо большое, Игорь Витальевич, за Вашу информацию А мы благодарим наших зрителей за внимание До свидания, до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok